Много лет назад я практиковал так называемое встретиться и вернуться. Один водитель выезжает из одного города, а другой, из другого, на полпути они встречаются. Мы встретились на парковке, обменялись трейлерами и поехали обратно. Я практиковал такие встречи уже несколько раз и заметил, что всегда приезжаю на полчаса раньше другого водителя. Как-то раз я так же, как всегда, приехал на парковку. Три утра вокруг никого. Я вытянулся на сидение и приготовился вздремнуть. Но неожиданно через 10 минут после того, как задремал, я проснулся от собачьего лая. Я попытался его игнорировать, но он становился только громче и ближе. Прислушавшись, я понял, что собака находится прямо рядом с моей машиной. То ли этот пес пытается меня о чем-то предупредить, то ли ему просто заняться нечем, надо чем-то в нее швырнуть, подумал я. Я сел и выглянул в окно. К своему ужасу я не увидел собаки. В нескольких дюймах от окна стоял крупный мужчина около 35 лет и лаял на меня. У него были безумные глаза, пена у рта, эта сцена впечаталась мне в мозг. Медленно, стараясь не делать резких движений, я завел грузовик и медленно отъехал. Он стал меня преследовать, как сделала бы обозленная собака. Надо ли говорить, что с тех пор я никогда не дремал на парковке. Моя мама работает водителем грузовика. Это ее история. Она ехала через Аризону и вдруг увидела нечто, напоминающее листики, которые ветер несет по дороге. Это ее озадачило, потому что вокруг росли только сосны, дело было в северной Аризоне. Но присмотревшись она увидела, что это были настоящие тарантулы, тысячи. Их было так много, что колеса грузовика заскользили на их телах, ей пришлось притормозить. На остановке она попросила своего напарника заправиться. Он разозлился, так как было его время отдыхать, но покорно вышел из машины. И увидел налепленных на колеса грузовика пауков. Однажды мы с другом ехали по Южной Алабаме и проезжали мимо старого кладбища. Вдруг откуда ни возьмись, сзади к нам пристроился грузовик. Было очень поздно, но даже днем на этой трассе редко можно было увидеть машину, так что стало страшновато. Я ускорился, но грузовик держался прямо рядом с бампером. Я вдавил в пол педаль газа и уже мчал на полной скорости по узкой грязной дороге, а грузовик все не отставал. Мой друг, который хорошо знал местность, сказал, что впереди есть поворот, куда просто не сможет вписаться грузовик. Я крутанул руль в сторону и вдруг среди деревьев увидел очень высокого парня, укрытого волосами с головы до пят. Не успел я крикнуть, ты видел этого, мой друг закончил за меня, волосатого парня. Мы оторвались от грузовика и укатили оттуда, но эту историю я не смогу забыть. Как-то я ехал по пустынной двухполосной дороге. Я проезжал мимо городка Эмбэй, это маленький, почти заброшенный населенный пункт со спящим вулканом. Лава с одной стороны, соль, с другой. Когда-то, говорят, тут было много сектантов. Я остановился там и сделал фото указателя, просто чтобы доказать друзьям, что я там был. Я вернулся в машину и поехал дальше в гору. Достигнув вершины, я поехал через каньон, по обе стороны дороги росла высокая трава. Неожиданно я увидел что-то на дороге далеко впереди. Подъехав ближе, я притормозил. Мне преграждал дорогу красный пантеак Фьера, он стоял прямо поперек трассы. Рядом валялся чемодан с разбросанной одеждой. А на дороге лежали два тела лицами вниз, мужчина и женщина. Все было как в фильме ужасов, никаких признаков аварии, как будто я на сцене. Что-то было очень не так. Ни капли крови. Я очень аккуратно проехал мимо тел, не выходя из машины. Отъехав на приличное расстояние, я глянул в зеркало заднего вида и увидел, что мужчина и женщина поднялись на колени, а из травы вышли другие люди, несколько десятков человек. Я втопил педаль газа. Иногда реальная жизнь бывает страшнее фильма ужасов.